Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой вот обучаемый пульт на 4 устройства под названием ChunkHop SRM403E. Данный пульт у нас имеет 4 странички памяти. Они имеют название TV, DVD, CA, TV, AUX. На самом деле это не принципиально. Вы можете на страничку TV положить любые сигналы от DVD, от SAT и так далее, и аналогично с другими страницами. Мы сейчас обучим одну страничку памяти. Все остальные страницы обучаются аналогично. Для перехода между режимами, страничками памяти, однократное нажатие любой из этих клавиш. Включает, активизирует одну из страниц памяти. Данный пульт поставляется вот такой вот, Blizz3. С ним идёт инструкция на русском языке по обучению. Если вы утеряли эту инструкцию, вы можете по ссылочке в описании под этим видео перейти и эту инструкцию скачать на нашем сайте. Также там можно приобрести, заказать данный пульт. Итак, приступим к настройке, к обучению данного пульта. Зажимаем кнопку страницы памяти, на которую хотим положить сигналы. В данном случае будет TV. Зажимаем, держим, пока не загорится постоянным красным светом индикация. Индикация загорелась, пульт готов принимать сигналы. Направляем пульты диодами и излучателем друг к другу. Берём наш пульт исходный, пульт донор от Samsung для Samsung телевизоров. И указываем ту кнопочку, которую хотим обучить. Для начала нажимаем на пульте исходную кнопку, которая передаёт сигнал. Направляем примерно 3 см друг от друга. Видите, он заморгал, он увидел сигнал входящий. Далее зажимаем ту кнопку, которая должна этот сигнал на себя записать. Это будет кнопочка Power. Вот он моргнул, раз 7, наверное, сигнал записался. Отпускаем кнопочки. Следующая будет у нас однёрочка. Зажимаем здесь сначала на пульте исходном однёрку. Затем уж зажимаем на обучаемом пульте. Отпускаем на обучаемом пульте, затем отпускаем на исходном пульте. Следующая будет двоечка. Зажимаем её на пульте исходном, затем на обучаемом пульте. Отпускаем на обучаемом, потом на исходном. Троечка. Зажимаем её на родном пульте, затем зажимаем на обучаемом пульте. Хорошо. Давайте попробуем громкость обучить. Зажимаем кнопочку «Громкость плюс» на исходном пульте, затем эту же кнопочку зажимаем на обучаемом пульте. Громкость минус. Зажимаем на исходном, зажимаем на обучаемом. Отпускаем на обучаемом, отпускаем на исходном. Канал вверх, канал следующий, CH+. Зажимаем на исходном, зажимаем на обучаемом, отпускаем на обучаемом, отпускаем на исходном. Канал минус. Итак, вот обучили несколько кнопочек, сейчас выйдем из режима обучения. Для этого однократно нажимаем кнопочку устройства, индикация погасла. И сейчас сделаем сверху кода, посмотрим, насколько он хорошо с первого раза записал на себя коды. Ну, я полагаю, что придется раза 2-3, наверное, коды записывать на него вам. Давайте сделаем сверху. Кнопка включения записалась, код 02, прекрасно, коды совпадают, обучилась. Однерочка. Стоп, стоп, стоп. Однерочка 02 почему-то кодирует, хотя 02 это сигнал power. Однерочка не записалась, скажем так, двойка не записалась. Тройка, код 05 здесь также, тут 06, как интересно, не записалась. Так, громкость плюс не кодирует, громкость минус не кодирует. Канал плюс, код 12, канал плюс, код 12 записалась кнопка. Канал минус, какую-то билиберду показывает, не записалась кнопка. В общем, как видите, несколько кнопок всего записалось. Поэтому, я думаю, раза с 3-4 вы сможете этот пульт обучить. В принципе, это не так уж и страшно. Ничего там нет, ну, просто лишние 5-10 минут вашей работы. Пульт в целом достойный. Имея 4 страницы памяти за свои деньги, это прекрасный вариант, я считаю. И вполне удобно, в руке хорошо лежит. На этом у меня всё. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok